Блин, короче, она уже начала подтекать, но посмотрите, как это классно выглядит. А сейчас мы попробуем это разбуробить, это рейперфекционисты. Невероятно вкусно. Всем доброе утро, с сегодняшнего дня я решила вставать в 7 утра. Да, это не так рано, но для карантина это супер рано. Недавно я читала книгу «Магия утра», я уверена, что вы про неё слышали. Там рассказывается о том, как изменится твоя жизнь, если ты будешь вставать в 5 утра каждый день и первый час посвящать себе делать простые действия, 5 шагов. Да, я не буду вставать в 5 утра, я решила попробовать в 7, и сейчас отправимся в моё утро. Первым делом я умылась и выпила стакан воды. Потом пошла медитировать. Находишь в YouTube музыка для медитации. Сидела так 10 минут, сосредоточившись на дыхании. Вдох, выдох. Дальше зарядка. Так как мне сейчас нельзя делать пресс и вакуум, моя зарядка выглядит примерно так. Самая простая, чтобы разбудить мышцы, запустить организм. Кстати, даже для зарядки я начала переодеваться. Меня это больше мотивирует заниматься, и я делаю все движения в полную силу. Следующим пунктом было чтение. Ставлю таймер на 10 минут. И в конце практики достаю ежедневник и записываю планы на следующий день. Отмечаю, что сделано и что ещё нужно успеть. Пишу какие-то мысли и идеи для видео. Сейчас уже 8 утра, и мы попали в настоящее время. Будем готовить завтрак. Сегодня у меня на завтрак омлет с помидорами и курицей. Я недавно готовила его, и мне он так понравился. Он невероятно питательный, сытный и безумно вкусный. Готовится быстро и просто. Поэтому давайте приготовим омлет. Ещё я сегодня хотела приготовить кофе долгона. Вы 100% видели этот рецепт. Он очень популярен сейчас на ТикТок. Также он популярен в Инстаграм. И даже какая-то часть пришла на Ютуб. И мне было интересно, реально ли его приготовить. Вообще какая-то магия, если честно. Выглядит он слишком красиво. И получается как из кофейни с нереально густой пеной. Давайте сегодня попробуем. Сначала завтракаем, а потом я займусь готовкой кофе. Для этого мне понадобится грудка. Я её предварительно обжарю на сковородке. Всё соединю с яично-молочной смесью. И отправлю в духовку. Я её предварительно обжарю. Я её предварительно обжарю. Вот какая красота получилась. Я духовку уже поставила разогреваться. И отправляем её туда. Когда омлет поднимется, всё готово. Музыка. Музыка. Так, можно готовить кофе. Для этого нам понадобится сам кофе, растворимый обычный, у меня вот такой, сахар и горячая вода. Так что я ставлю чайник. Ждем пока вода закипит и я покажу, что надо делать. Нам понадобится еще глубокая тарелка, вот такой достаточно венчик и маленькая ложка, ну ложка это чтобы все накладывать. Пропорции мы используем один к одному, то есть одинаковое количество кофе, одинаковое количество сахара и горячей воды, ну в чайных ложках. Так, давайте подготовим все ингредиенты, так сказать. Вода закипела, наливаем в стакан, так удобнее, отсюда удобнее наливать просто. еще сразу хочу сказать, что я готовлю на две порции, если вы будете готовить на одного человека, то добавляйте в два раза меньше. в тарелку я насыпаю 5 ложек чайных кофе, сюда же 5 ложек сахара и 5 ложек горячей воды. Вы можете использовать горячее молоко, что вам больше нравится. Теперь берем венчик и хорошенько взбиваем. Надо это делать 3-5 минут до появления такой устойчивой массы кремообразной. Если честно, моя рука уже устала. Уже начинает получаться вот такая вот пеночка, довольно густая. Комочки еще не ушли, поэтому вмешиваем еще. Так, наш кофе готов. Кофейная масса. А сейчас мы подогреваем молоко. Я хочу делать теплое молоко. Многие наливаются обычно из холодильника, но я больше люблю теплый кофе, чтобы прямо молочко было горяченькое. Так что доставим кружки, наливаем молоко и в микроволновку. Господи, посмотрите, какая она получилась густая. Офигеть, она будет накладываться как будто пеной. Минь, короче, она уже начала подтекать, но посмотрите, как это классно выглядит, просто пушечно. Кайф. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем вторую кружку наливать и пробовать. А сейчас мы попробуем это разбуробить. Это рейпер-фекциониста. Блин, я хочу такое попробовать. Пенка кайф. У него получается очень красивая пенка. Вот что в итоге какая пенка получилась, как в кофейне. Красота. Я считаю, это красота. Немножко кофе до конца не растворился, но сейчас попробуем. Ну, пенка просто чума. Блин, очень красиво выглядит. Ну что, сейчас мы попробуем. Ммм, невероятно вкусно. Реально, как из кофейни. Я прям вообще в восторге. Он за счет сахара такой сладенький. Кайф просто. И я довольна результатом. Все, ребят, я добиваю свой кофе, сажусь смотреть сериал. И спасибо, что провели это утро со мной. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.